Уважаемое высокое собрание, будем начинать. Я представлюсь, я Упимов Аркадий Григорьевич, руководитель фонда Возрождения Тобольска. Вчера исполнилось 25 лет общественному благотворительному фонду Возрождения Тобольска. И сегодня я хочу поблагодарить в первую очередь руководство главной библиотеки России, Российской Государственной Библиотеки, за возможность нам всем здесь с вами собраться в этом замечательном румянцевском зале. И также поблагодарить и вас, конечно, что вы нашли время, возможность поучаствовать в наших каких-то торжествах, посвященных четвертью века деятельности общественной организации. Ну и хочу сказать, что в программе у нас сегодня как бы первая часть такая книжная. Так, будем говорить о книгах, будет небольшая музыкальная заставка. А вторая часть – это литературная. Значит, вручение премий член Котичевского совета, давний друг мой Дмитрий Александрович Мизголин. Значит, он меценат российский, российского размаха, но и, значит, не только помогал фонду Возрождения Тобольска, очень многое сделал за последнее время, за последние, наверное, два десятилетия в плане поддержки культуры, русской литературы. Вот. И мы сегодня с ним договорились объединиться с его программой вручения литературных премий. Значит, ну, первое, с чего хотелось бы начать, все-таки еще раз выразить благодарность библиотеке, российской государственной библиотеке, потому что у фонда за эти 20 лишних лет сложились очень тесные отношения с многими, особенно сибирскими библиотеками, областными, краевыми, российскими библиотеками. Ну, наверное, самое статистиклодотворное сотрудничество у нас вот было за эти годы именно с главной библиотекой страны. Это и еще, значит, мы начинали как-то вот сегодня, мы будем говорить о том, что день наш связан сегодня еще и с именем уроженства города Тобольска, Дмитрия Ивановича Меделеева, и мы в свое время сдавали такой двухкомник, философское наследие нашего земляка, и презентовали его здесь, вот в этой российской государственной библиотеке, было достаточно давно это уже. Далее, значит, мы с Виктором Васильевичем Федоровым, сегодня у нас здесь, он президент библиотеки, раньше генеральный директор был. Мы устраивали презентацию Акбаса Ремезова, чертежной книги Сибири, кстати, она сегодня здесь выставлена подлинник. Вот, я помню и часто рассказываю людям, как эта презентация проходила, нашего издания, значит, библиотека тогда из своих фондов вынесла этот памятник в витрине, с охранником, и пришло около двух десятков специалистов, картографов, географов, которые просто пришли, чтобы прикоснуться взглядом к этому уникальному памятнику. Ну и дальше, значит, мы реализовали ряд еще, да, и я хочу сказать, что вы тоже можете на этой выставке не только прикоснуться взглядом, но, может быть, и прикоснуться тактильно, значит, вот к этому уникальному памятнику Семену Леонидовичу Ремезову, первых карт Сибири. Ну и дальше, значит, мы еще ряд проектов с библиотекой реализовали совместно, ну и последнее наше все-таки вот большое достижение совместное, это Ивана Илья Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, что уже полтора года назад мы в этом зале его презентовали, вот он тоже, это наше издание здесь на этой выставке предоставлено. Значит, мы подготовили каталог изданий в этой выставке, но это, конечно, мы его назвали уникальное издание, но наши читатели, наши даже и библиотекари, и библиотеки говорят, что почти в основном книги фонда уникальны, и, конечно, можно было бы каталог этот расширить, но мы, может быть, поскромничали, в каталог несли не все наши такие книжные шедевры, без ложной скромности сказать, но еще добавили на этой выставке последние дары фонда, библиотеки, и вот даже сегодня просто наша типография со станка, как говорится. Еще одно издание мы показываем, это пополнение серии «Библиотекарь монахов на просьбе Сидель», значит, проза приходит Арбовского. Вот, Виктор Васильевич, хочу еще раз вас поблагодарить за сотрудничество, но вы знаете, что мы не остановимся на доски, будем продолжать наше общее дело, значит, те уникальные рукописи, которые хранятся у вас, которые связаны с историей Сибири, мы будем продолжать вместе с вами водитель научной обороны. Я вас хочу наградить вот таким благодарственным посланием, значит, вы видите, красивая очень папка, значит, Василий Евгеньевич Валериус, замечательный художник книги, он здесь сидит рядом с нами, значит, он автор многих наших книжных шедевров, ну и вот такую папку еще, значит, подготовил нашему сегодня юбилейному вечеру. Я вас благодарю. Спасибо. Дорогой Аркадий Григорьевич, уважаемые гости, эпидрофов по своему выступлению, я хочу сказать, что это награда, которые, понимаете, долго сказать эти слова, это не персональные мне награды, темно-то литературы библиотеки, в которой, включая отдел руководителей, который действительно сотруден благодольцем, сотрудничеством фонда возрождения Тобольска. Аркадий Григорьевич, переходя, значит, собственно говоря, к этой дате, я вам вручаю официальный адрес приветствия российской государственной библиотеки вашему фонду возрождения Тобольска, который преследует традиции, защитить наше глубокое уважение и почтение по отношению к вашему фонду и вырастить надежду, что когда ваш фонд будет освещать студенцев, а наши библиотеки будут приближаться к своей библиотеке, также сзади будет сидеть и следователь, и вот как сегодня чертежное мнение Ремезова будет показано, будет показан этот адрес, который будет говорить о вашей дарной дистанции. Спасибо. Я хочу сказать, что, как Дмитрий Григорьевич Кресурова сказал, полторы минуты, не больше, много называющих выступить. Я все-таки эти полторы минуты использую. Хотя бы действительно, часто заявляет наш скромный титул главной библиотеки России, но я хочу вам сказать, что сотрудничество с фондом возрождения Тобольска для нас большая честь, потому что сколько у нас по России распространенных городов со слабой, древней историей, и многие люди ведут такую работу. Но я хочу сказать, что если бы было какое-то соревнование в среде подобного рода общественных формирований, то, что сделало этот фонд, это действительно очень здорово, очень много лет и заслуживает всяческого уважения. Но сколько велики дела и проекты, осуществляемые, и которых в планах никак бы они велики и огромные не были, ни один проект не осуществляется. Я от всей души хочу сказать слова благодарности и искренней нашей признательности вам, Аркадем Егоровичем, всем вашим коллегам, степским двумцейцетворителям этих проектов. И чуть-чуть, не перефразируя, а украду цитату у поэта, что до тех пор, пока у нас есть такие люди в России, и будет наша страна жить и развиваться с праздником. Спасибо. Сейчас я предоставлю слово помощнику председателя Российского исторического общества Могилевскому Константину Ильичу. Пожалуйста, Константин Ильич, Спасибо, уважаемый Аркадем Григорьевич, уважаемые коллеги, я исполнительный директор Фонда Истории Отечества. Фонд Истории Отечества действительно по инициативе Российского исторического общества, созданного президентом России уже почти три года назад. И я хотел бы приветствовать вас, помните, как мы познакомились с Аркадем Григорьевичем, это был, если не ошибаюсь, 13-й год, и был визит, когда в Центральную государственную думу в Семенской области, мы проводили встречу с историками Добольска, и именно вот тогда, Мороз, 42 градуса, именно тогда запустился вот этот большой проект, который, кстати, все знают, проект о цифровке картотеки потерь в Первой мировой войне. Картотека, которая фактически возвращенная в общественный, в научный оборот, возвратила память людям о той войне. Это началось вот как раз в Тобольске, с этого началась история нашего знакомства. Я хотел бы сказать, ну, я выскажу свое мнение, справиться, но и согласиться, но мне кажется, что вот таких людей, как Аркадий Григорьевич и его коллеги, которые организуют пространство вокруг себя, действия эффективно и в экономике, и в культуре, в нижнем деле. Вот на таких людях Россия держится. И я хочу выполнить поручение представителя Российского исторического общества Совета Фонда История Отечественной Сибири. Я вручусь, Аркадий Григорьевич, вам грамоту Российского исторического общества за значительный вклад в изучение и популяризацию истории России. Спасибо. Да, когда представитель Государственной Думы на Рыжке Евгеньевич был в Тобольске, у нас действительно было под 40 градусов, и, похоже, ему понравилось. Я тогда напомнил на заседании, что пословица есть такая в Сибири. Сибирский холод, всякий молот. Но я хотел бы несколько слов сказать о наших попечителях, потому что все эти программы, наши книжные, да и другие, все просветительские проекты Фонда, это, конечно, с помощью помощников, кто нам помогает их финансировать. Есть попечительский совет, и я бы хотел вспомнить, сегодня, к сожалению, не смог прийти, Юрий Сергеевич Осипов, наш замечательный кабаляк. Значит, в 90-е годы, 25 лет тому назад, именно он, значит, мощно поддержал, еще только что, как бы, вступивший в должность огромную работу на себя взвалив, президента Российской Академии Наук, он согласился стать представителем Катичевского совета нашего фонда. И я вот ему уже говорил, тут у нас в последней встрече, у нас был круглый стол, что Юрий Сергеевич, конечно, взял на себя такую ответственность, потому что, ну, он мало знал меня, значит, а в то время планились такие общественные всякие организации, благотворительные фонды, под крышей, для которых творились всякие безобразия, там, и сигаретами, и водкой торговали, и чем только они занимались. Вот, но вот Юрий Сергеевич в то время, значит, такую крепкую руку или плечо подставил нам, и благодаря ему многие годы мы успешно, как бы, шли вперед. Но в последнее время, вот после 14-го года Практический совет фонда возглавил не менее замечательный наш сибиряк, Юрий Константинович Шафранник. Сегодня, к сожалению, он не мог опять же присутствовать. Было три часа совещания, у министра иностранных дел перенесли на четыре, и он мне сейчас позвонил, что, скорее всего, уже не сможет и приехать. Вот, но у нас есть еще, говорят, члены Практического совета здесь, и вот Грюков Валерий Анатольевич, значит, один из членов. Мы с ним будем вместе дальше вручать благодарственные письма. Значит, он член-переспондент Российской Академии Наук, директор Института экономики. В общем, вот тоже заслуженный человек и наш большой помощник в Попечительском совете. Пару слов? Да, буквально пару слов. Слова особой благодарности Аркадию Григорьевичу, соратникам, единомышленникам, всем тем, кто поддерживал, поддерживают.